здравствуйте ребята сегодня у нас пятый урок 9 класс химия на прошлом на прошлом уроке мы начали с вами изучать основы органической химии давайте повторим некоторые моменты с прошлого урока для того чтобы продолжить следующий и так что же у нас есть органическая химия органическая химия это химия соединения углерода потому что углерод это уникальный химический элемент на нашей планете который может соединяться друг с другом образуя углеродные цепи и циклы надо помнить то что углерод во всех соединениях 4 валентин следующий момент который бы мне хотелось повторить это то что молекулярные формулы которые мы с вами записывали в неорганической химии не всегда правильно записывать в органической химии потому что одной и той же молекулярной формуле может соответствовать несколько соединений поэтому лучше писать структурные формулы и так тема сегодняшнего урока кислород содержащие и азот содержащие органические соединения хотелось бы перед тем как с вами изучить эту начать изучать эту с вами эту тему мне хотелось бы просто вас вам сказать о том что именно соединение которые органические соединения которые содержат кислород и азот составляют основу основу питания именно кислород и азот содержащие органические соединения образуют белки, жиры и углеводы. Итак, начинаем с вами изучать кислород, содержащий органических соединений. Для того, чтобы нам было легче, мы с вами должны изучить какие темы. Спирты. Они являются одноатомными и многоатомными. Это карбоновые кислоты, сложенные эфиры, жиры. Ну и, наконец, углеводы. Итак, что же такое у нас спирты? Спирты это производные углеводородов, в молекулах которых один или несколько атомов водорода замещены гидроксильными группами OH. Это будет функциональная группа. Если в молекуле метан, алкана поменять один атом водорода и заместить его на гидроксильную группу, это получается одноатомный спирт, то есть одна гидроксильная группа. Итак, первый представитель, который вы сейчас видите перед собой, это метанол. Я специально выделила суффикс красным цветом для того, чтобы вы видели, что здесь меняется окончание и, значит, образуется название метанол. Формула его будет, если метан был CH4, формула метанола будет за изменением одного атома на гидроксильную группу CH3OH. У него может быть два названия. Метанол по систематической номенклатуре ИЮПАК и метиловый спирт. И то, и то название будет абсолютно правильным. Хотелось бы сказать о том, что спирты являются как бы ядовитыми соединениями, а метанол будет особо ядовитым, особо ядовитой жидкостью. Он может применяться как растворитель, добавки как к автомобильному топливу. Следующее соединение, которая стоит в гомологическом ряду одноатомных спиртов, это этанол. То есть получается как, если мы в этане заменим один атом водорода на гидроксильную группу, у нас образуется этанол. Опять же, суффикс будет Ол. Или второе его название этиловый спирт. Этот спирт вам всем хорошо знаком. Значит, это тоже будет ядовитая жидкость, он тоже применяется как растворитель, но сфера его применения достаточно шире, потому что этот спирт применяется для получения лекарственных веществ, для производства душистых веществ, но в то же время это тоже будет являться еще наркотическим веществом. Итак, что же такое многоатомные спирты? Многоатомными спиртами являются те вещества, в которых несколько атомов водорода замещены на гидроксильную группу ОН. Причем я хотела бы обратить внимание у вас на то, что одна гидроксильная группа не может находиться, несколько гидроксильных групп не могут находиться у одного и того же атома углерода. То есть одна гидроксильная группа принадлежит одному атомам углерода. То есть вот, например, как у нас здесь трехатомный спирт, трехатомный спирт, значит и каждая ОН группа принадлежит трем атомам углерода. Это всем вам известный глицерин. Глицерин, наверное, многие видели и давайте вспомним, что он из себя представляет. Это бесцветная сиропообразная жидкость, применяется для смягчения кожи, производства глицерина и многие еще другие применения. Теперь для того, чтобы мы с вами дальше изучали тему, давайте посмотрим получение этилового спирта. Этиловый спирт. Первая реакция. Вот эта реакция известна вам, будет известна нам и из истории того, что когда я на прошлом уроке вам рассказывала о том, что многие народы уже умели выделять спирт и уксусную кислоту из виноградного сока. Так вот, это та самая реакция. Глюкоза из виноградного сока по действиям фермента диастазы или, допустим, дрожжей может сбраживаться и образовывать этиловый спирт с выделением углекислого газа. Значит, мы не можем в промышленных масштабах получить столько этилового спирта из виноградного сока. Это будет недостаточно. Поэтому вторая реакция это получение этанола из этилена. Эта реакция называется гидротация. То есть гидротация это присоединение воды. Водород идет к одному атому углерода, OH-группа идет к другому атому углерода. Двойная, вторая связь разрывается как пружинка. И, соответственно, идет присоединение водорода и гидроксильной группы OH. Следующий класс соединений это у нас карбоновые кислоты. Карбоновые кислоты это производные углеводородов, в молекулах которых имеется карбоксильная группа СООН. Я специально привела два примера. Значит, карбоксильная группа СООН может писаться в структурном и в молекулярном виде. И то, и другое будет правильным. Первым представителем класса карбоновых кислот является муравьиная кислота, которая содержит в своем составе один атом углерода. Обратите внимание, строение карбоксильной группы. Мы знаем о том, что атом углерода четырехвалентен. И получается, что две валентности в карбоксильной группе идут на соединение с кислородом. Одна на соединение с гидроксильной группой. И одна валентность остается на соединение с водородом или с другим атомом углерода. Значит, хотелось бы мне ознакомить как раз вот это с первыми двумя представителями класса карбоновых кислот. Это муравьиная кислота, которая содержит один атом углерода. И уксусная кислота, которую все знают, которая будет в своем составе содержать два атома углерода. Итак, мне хотелось бы сейчас привести еще высшие карбоновые кислоты. Примером является пальмитиновая кислота, которая в своем составе содержит 16 атомов углерода. Они нам в дальнейшем будут нужны. Их знания о том, что такие кислоты есть, нам будут в дальнейшем нужны. Значит, наибольшее значение играют карбоновые кислоты, выше именно карбоновые кислоты, которые в своем составе содержат от 16 до 18 атомов углерода. Итак, пальмитиновая кислота с формулой С15H31COOH. Для чего она нам нужна? Для чего мы ее должны знать? Первое, это то, что если водород карбоксильной группы заместить на атом натрия, мы получаем соль пальмитиновой кислоты, которая нам известна как мыло. Так вот, дальше я хотела бы вас ознакомить со следующей реакцией. Если карбоновую кислоту смешать со спиртом в присутствии концентрированной серной кислоты, у нас получается сложный эфир. Значит, если сложный эфир будет содержать небольшое количество атомов углерода, это будет эфир, обладающий запахами цветов, ягодов, фруктов. И, конечно, каждый из них можно будет синтезировать из простой карбоновой кислоты и спирта, который содержит тоже небольшое количество атомов углерода. А вот если мы возьмем высшую карбоновую кислоту, о которой мы говорили, содержащую 16, 17, 18 атомов углерода, и в качестве спирта возьмем трехатомный спирт, глицерин, то образуется сложный эфир, образуется сложный эфир, который является составной частью жира. Давайте же посмотрим, что такое жиры. Вот я себе привела молекулу жира. Это огромная молекула и без определенных знаний мы ее как бы не сможем написать. Хотя, если постараться, в принципе, можно как пазл совместить молекулу глицерина с высшими карбоновыми кислотами. И при отщеплении трех молекул воды у нас образуется молекула жира. Но она имеет вот такое вот строение. Хотелось бы вот еще что отметить. Жиры у нас бывают двух видов. Жиры это жидкие и твердые. Жидкие жиры это растительное масло. А твердые жиры это жиры животного происхождения. Итак, следующий большой раздел. Это углеводы. Так как мы жиры уже рассмотрели с вами, хотелось бы теперь вас ознакомить с классом углеводов. Наиболее важными представителями класса углеводов являются глюкоза и фруктоза. У глюкозы и у фруктозы имеется одна и та же молекулярная формула. И как мы уже с вами говорили, вещества с одной и той же молекулярной формулой, но с разным строением, называются изомерами. То есть глюкоза и фруктоза у нас изомеры. Они имеют разное строение. И глюкоза и фруктоза встречаются во фруктах и в ягодах. А глюкоза уже образуется в растениях в результате реакции фотосинца. Реакцию эту вы можете сейчас видеть на экране. Причем, хотела бы вам напомнить из курса биологии о том, что растение в дневное время поглощает углекислый газ и выделяется кислород. Причем, хотела бы обратить внимание на то, что какой объем углекислого газа потребляется растением, такой же объем кислорода при этом выделяется. Еще одним представителем класса простых углеводов является сахароза с формулой С12H22O11. Это, конечно, будет рафинированный продукт. Он выделяется, он может быть выделен из сахарного тростника или сахарной свеклы. И содержится в некоторых других растениях в небольшом количестве. При попадании сахарозы к нам в организм, под действием различных ферментов, сахароза в нашем организме распадается на глюкозу и фруктозу. Хотелось бы отметить, например, какую вещь. Один моль глюкозы, точнее энергетическая ценность глюкозы, одного моль глюкозы составляет 2916 кГц. Это очень много. И вообще переизбыток глюкозы в нашем организме приводит к некоторым заболеваниям. Поэтому простые углеводы типа глюкозы и сахарозы, конечно, следует употреблять очень осторожно. Сложные углеводы это крахмал и целлюлоза. Они являются полимерами с формулой С6H10O5. Между собой и крахмал, и целлюлоза являются изомерами. Опять же повторяю, они имеют одинаковую формулу, но различное строение. Крахмал содержится во многих продуктах. Крахмал содержится в картофеле, где-то 20-30%. И очень большое количество крахмала содержится в зерновых. Это и пшеница, это и овес, это рис. 70-80%. Целлюлоза является составной частью древесины. В древесине содержится около 50% целлюлозы. И, например, хлопок, хлопок, это 100% целлюлоза. То есть именно из, допустим, из целлюлозы у нас получается бумага. Итак, наконец, аминокислоты. Значит, для того, чтобы ознакомить, почему мы изучаем именно аминокислоты. Давайте сейчас мы сначала с вами рассмотрим, что такое аминокислоты и для чего мы их, в принципе, изучаем. Аминокислоты имеют в своем составе две функциональные группы. Это аминогруппа NH2 и карбоксильная группа, это СООН. В качестве примера я привела вам структурную формулу глицина. Первого представителя класса аминокислот. Еще у него есть второе название. Это аминоуксусная кислота. Но я отметила его второе название, потому что это одна из 20 аминокислот, которая входит в основу белковых соединений. То есть аминокислоты это белковые соединения. В биохимии, например, при изучении структуры белковых соединений, обычно для простоты вот эти 20 аминокислот обозначены сокращенными названиями. Значит, остатки аминокислот образуют белки. Для того, чтобы вам было понятнее, я привела один пример. Первичные структуры белка. Белок это полимерное соединение из остатков аминокислот. В качестве примера я взяла 4 аминокислоты. Глицин, аланин, валин, серин. И обозначила их буквами. Г, Л, В и С. При соединении аминокислот друг с другом образуется первичная структура белка, которая определяет его принадлежность. Потому что белки имеют самую различную функцию. Это и защитная функция покровная, это наша кожа. Это и мускульная, это и опорно-двигательная. Или, например, гемоглобин, который является транспортировщиком кислорода и углекислого газа в клетки и из клеток нашего организма. То есть белки имеют очень важное значение. Итак, сегодня мы прошли с вами три составные части образования питания нашего, питания человека, белки, жиры и углеводы. На этом наш урок сегодня с вами закончим. Встретимся на нашем шестом последнем уроке. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова